Татьяна Приказчикова живет в Звенигороде уже много лет, но таких преобразований, как сейчас, не видела. Говорит, город меняется на глазах, становится чище и комфортнее. Здесь раньше, насколько я жила здесь очень давно, вот этого не было бордюра, была очень узкая дорога, машины стоять некуда, потому что дома строят. Этот дом-то вообще-то старый, но парковки не было. И, соответственно, площадка детская была вообще никакая. Благодаря комплексному благоустройству в ее родном квартале Маяковского появились лавочки, новая игровая площадка с современным детским городком. Здесь полностью заменили асфальтовое покрытие, сделали пешеходные дорожки с удобным понижением на спусках, увеличили количество парковочных мест. В итоге сколько добавилось машин за счет кармана, который вы получили? 150 квадратных метров примерно парковок. Если в среднем 12 квадратных метров на машину, ну это больше 10 машин. На большее расширение жители не согласились, чтобы не сокращать зеленую зону. Перемены к лучшему здесь продолжатся, заверил глава. С двором не прощаемся, будем потихонечку его ставить в программу, докручивать. Пуркал точно смотрится здесь. Ну или какой-то маленький мини-футбол. Жители предложили заменить песочное покрытие детской площадки на резиновое. Кроме того, в будущем территорию обязательно включат в программу «Посади дерево», чтобы двор стал еще зеленее. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».